9 лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав Российской Федерации. Исторический документ был подписан 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Московского Кремля. По случаю воссоединения полуострова с Россией во многих городах прошли праздничные концерты. Люберцы не стали исключением. Парк Наташинские пруды стал главной площадкой праздника. С утра волонтеры вручали ленточки цветов российского триколора, поздравляли и желали хорошего настроения. Люберчане чувствовали свою причастность к празднику. Хорошим, позитивным. Рады, что 9 лет назад Крым присоединился обратно к России. Да просто когда-то все эмоционально, правда. Прекрасное выступление. Все хорошее. Автор и исполнитель Константин Шевченко постоянно участвует в патриотических концертов. Зрители его тепло принимали в разных городах. А недавно артист вернулся из Крыма. Я был в Крыму и видел, что люди в восторге. Местные жители в восторге от того, что они соединились с Россией, с нами. Впечатление, как будто это только что произошло. То есть радость не уходит. Счастье в том, что мы все вместе. И Крым наш. На катке в Наташинском парке тоже многолюдно. Пока погода позволяет. Ветеран футбольного клуба «Спартак» Владимир Малахов сегодня на коньках. Настроение шикарное. Погода шепчет прекрасно. День хороший. Сегодня 9 лет, как Крым к России присоединился. Все вернулось на Крыму и своя. Он был нашим и остается. В творческой мастерской открыли фотовыставку, посвященную воссоединению Крыма с Россией. Для детей организовали мастер-класс и провели урок истории. Первое вхождение Крыма в состав России у нас произошло 8 апреля 1783 года. Как написано из манифеста Екатерины II. Именно в Крыму, в Херсоне-Таврическом, в 988 году принял крещение князь Владимир. Рассказали ребятам о Крымской войне, о героической обороне Севастополя в годы Великой Отечественной и о том, что на референдуме, который прошел в 2014-м, 97% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.